Друзья, всем привет! Начинаю новый влог. Сегодня я снова у Эльвирочки на депиляции в ее студии и хотела показать, что здесь появились новшества. Во-первых, это такой классный кофейный аппарат с очень вкусным кофе, два сиропа на выбор, фундук и карамель. Здесь молочко, кому нужно, чай, сахар, вкусняшки. Султан уже успел попробовать конфеточки. Вот такое вот классное новшество. Зона ожидания стала еще более полной. Тут и так был уже очень удобный диван. Витрины здесь вот можно приобрести продукцию iHerb, например, и также косметику McLife. И сегодня так получилось, что мы вместе с малышом и с султанчиком. И Эльвира нам предоставила вот такую коляску. Поэтому ожидание стало более приятным. И попробую сегодня, каково это с двумя детьми прийти на депиляцию. На фоне кукующего султана буду рассказывать. Вообще здесь все условия для клиентов. То есть можно приходить с детьми, если они вот могут подождать вас каким-то образом. Если маленький у меня начнет плакать, я смогу его с собой взять на кушетку и, например, дать грудь. И в это время Эльвира сделает все процедуры мне, что тоже очень удобно. В общем, подстраиваться под вас, и это очень классно. То есть максимальная клиентаориентированность, за что я обожаю просто Эльвиру. Не только за ее профессиональные навыки, но и за высокий сервис. К ней на депиляцию я хожу уже, по-моему, около 10 лет. И бывало так, что я ходила к другим мастерам. Ну, по ряду причин, да. Например, у Эльвира не было времени или мне срочно надо было. Там Эльвира болела, например. Я попробовала сходить к одному мастеру, я ходила к другому на депиляцию. И то я пробовала только сахарную депиляцию. Сравнить, да, потому что у Эльвиры только воск. И мне сахар вообще не зашел. То есть кто пробовал, кстати, пишите вы за шугаринг или за восковую депиляцию. А может вы делаете лазер. Напишите в комментариях, мне будет очень интересно. И напишите, пожалуйста, почему вы выбираете данный вид депиляции. Я для себя выбрала восковую. Я пробовала и лазер, пробовала и сахар, как рассказывала, да. А все-таки я остаюсь верна воску. Мне вот этот вариант больше всего нравится. Почему не использую бритву? Такое уж откровенное начало у нас влога получается. Потому что у меня очень чувствительная кожа, и она сильно раздражается. Поэтому бритва – это не мой вариант. Официально мой первый снеговик. От первого снега, наверное. Та-дам! Вообще классно! Знакомьтесь, это Федор. Теперь он будет жить с нами. Хотя, мне кажется, он больше похож на девочку. Ладно, мне руки добавить. Там так холодно, мне руки замерзли. Ах, красота! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, друзья. В золотом яблоке я взяла вот такой крем. Корейский. С церамидами. Сказали, супер увлажняющий. И подходит для чувствительной кожи. У меня еще комбинированная, к тому же. Попробую. Ну, мне, в принципе, я как-то покупала корейский крем. Очень мне понравился. Сейчас у меня умывалка тоже корейская. Прям расход минимальный. И я как-то у своей подруги на губах увидела блеск. Очень красиво смотрелся и увеличивал визуально губы. Такой прям оттенок был суперский. Я у нее сфоткала и сегодня его купила. Это у нас Influence. Вот такой Плекси Глаз. У меня оттенок десятый. Сейчас покажу, как он смотрится на руке. Вот так смотрится на руке. Интересно, как будет на губах, потому что у подруги на губах он смотрелся практически как прозрачный. Видимо, у нее свой пигмент вот такой. Я сегодня на губы не наносила. Я, в принципе, когда покупаю косметику, не наношу на себя. Очень редко бывает такое. Сейчас попробуем. На липкость тоже хочу проверить. Давайте попробуем. Вот такая кисточка. Ну, как обычно. Очень приятный аромат. Есть цвет, то есть он не прозрачный. Он довольно плотный. Но при этом в формате блеска. Да, это не помада. Скорее всего, будет немножко течь. У меня есть такое ощущение. Поэтому, наверное, лучше на карандаш наносить. Либо прозрачно использовать, либо прям в тон подобрать карандаш. И делать подложку из карандаша, чтобы блеск держался. За контурой не вытекал. И если губы не в очень хорошем состоянии, будет затекать во все трещины. Потому что я вот уже сейчас вижу, что затекает. Хотя у меня губы не обветренные. Довольно-таки увлажненные. То есть в хорошем состоянии сейчас. Я уже замечаю, что... Интересно, вам будет видно? Оттенок классный. Но он уже, вот видите, вот тут уже вытекает, я вижу. И скорее всего, вам не видно, но он затек во все трещины. И вот сюда будет собираться. Когда разговариваю, собирается. Поэтому нужно его постоянно проверять. Но мне очень нравится цвет. Не липкий, кстати. А то бывают блески, когда, знаете, так разговариваешь. А там такие, как сосульки такие. Даже не сосульки, а вот... Прилипает верхняя губа к нижней. И тянется так, как слизь какая-то, тянется блеск. Здесь такого не будет. Вот, но... Мне кажется, освежающий такой цвет. Здесь, конечно, искажает камера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Украшаем дом к Новому году. Радик каждый год пытается как-то прикольно повесить гирлянды. И вот в этом году новшество. Если получится вот на эту панель повесить. Прикольно. Но не хватает там какой-нибудь штучки, мне кажется. А тут Султан украшает ёлочку. В этом году Султан сам украсил ёлку. Радик ему помог собрать. Ну, саму ёлку собрал Радик. Получается, гирлянды повесил. А уже игрушки развешивал. Чуть-чуть Радик. Остальное всё Султан. Вот, в этом году решили синий, серебро и сиреневый. Вот это, вот это. Ох, тут сейчас тошниловка. Вау, красиво. Выглядит как рыбацкая сеть. Рыболовная. Вау. В камере кажется немножко желтоватым, кстати. Цвет такой беловатый. Сейчас, подожди. Тебя показать? Вот это я сам решу. Вот это я сам. Вот это я сам. Вот это я сам. Вот это я сам. Молодец. Умничка. Очень красиво получилось. В этом году я прям отдыхала. Делегировала всё. Султан сам наслаждался. Окрашал. Обалдел, да, Олла? Ещё я барабаны повесил. Да, и барабаны, и звёздочки. В общем, вот такая у нас красота. Наша белая снежная ёлка. Да, малыш помогает. Устал. Сейчас заберём. Мираки.